Несколько миллионов лет назад этот каменистый клочок суши откололся от Африки и затерялся в Индийском океане. До сих пор здесь сохранились уникальные виды животных и растений, которых вы не увидите нигде больше на нашей планете. Семидневный тур по Сокотре О Аллах, храни нас в пути, облегчи трудности этой поездки и позаботься о нашей семье, которая осталась дома. Так, с молитвы путешественника начинается рейс Абу-Даби-Сокотре, который за два часа пересекает пустынный Аравийский полуостров и Аравийское море. День 1. Так как на Сокотре практически отсутствует туристическая инфраструктура, для путешествия по острову необходима палатка, принадлежности для приготовления еды, автомобиль с водителем и гид-переводчик, говорящий на арабском и на уникальном сакатрийском языке. Первый населенный пункт на нашем пути – столица острова Хадибу. Этот город явно не является образцом архитектуры и чистоты. Однако на местном рынке можно запастись в дорогу свежими овощами и рыбой. После короткой остановки в Хадибу мы направляемся на восток острова, на заповедную территорию Хомхилл, где растут редкие виды деревьев. И, конечно, без внедорожника здесь не обойтись. Наверху, на краю плато, есть небольшой оазис, недалеко от которого можно поставить палатку и искупаться в природном бассейне с видом на Аравийское море. КОНЕЦ КОНЕЦ День второй. Спуск с плато Хомхилл – настоящее испытание для тормозов и для слабонервных пассажиров. Но сокатрийцы – хорошие водители, хотя обычно и ездят без прав. Так что мы благополучно выезжаем на асфальтированную дорогу, чтобы снова подняться в горы, полюбоваться цветущими в марте и апреле бутылочными деревьями на плато Муми и далее продолжить наш путь к красивому озеру в каньоне Калисан. КОНЕЦ После похода к озеру мы возвращаемся на Аравийское море и через пляж Архер едем на мыс Эркен. Где крабы построили целый город из песка. КОНЕЦ Здесь же неподалеку, на одном из безлюдных пляжей, мы ставим на ночь палатку. А это мои гиды-водитель готовят ужин. Вот только рыбу они всегда пережаривают. День третий. С утра мы направляемся на пляж Архер, знаменитый своими огромными песчаными дюнами и кристально чистой водой. Далее мы пересекаем остров с севера на юг до побережья Индийского океана. Чтобы увидеть на закате красивые волнистые дюны Захек. День четвертый. Переночевав в кемпинге на пляже Аомак, где даже был душ, мы едем на плато Диксам и посетим лес драконовых деревьев под названием Фермин. Горное плато Диксам главное место на Сокотре, где растут драконовые деревья. Если свернуть с асфальта и переехать на другую сторону глубокого ущелья, вы увидите их целый лес. Редактор субтитров А.Семкин А вечером мы поставим палатку в красивом ущелье Дерхур. День пятый. Из ущелья Дерхур мы вновь поднимаемся на плато Диксам и направляемся на запад острова к рыбному порту Калансия и лагуне Детва. Лагуна Детва одно из самых фотографируемых мест на Сокотре. Глубина ее по колено, а во время отлива и того меньше. Все, кто сюда приезжает, хотят увидеть Элая, который живет в пещере на берегу, хотя в Калансии у него дом, семья и машина. И он с радостью и любовью показывает водных обитателей лагуны, с которыми за долгие годы породнился душой. День шестой. Сегодня мы поплывем на пляж Шуаб. Совершенно дикий и безлюдный пляж, до которого можно добраться только на лодке. До пляжа Шуаб нужно плыть около часа. Если отправиться туда с утра пораньше, то можно наверняка увидеть дельфинов, которые здесь плавают огромными стаями. Пляжа Шуаб Здешние воды изобилуют рыбой, и я пожалел, что не взял с собой удочку. Зато лодочник времени даром не терял. Этот пляж поражает лазурным цветом воды, спокойствием моря и огромными размерами. Помимо редких туристов, пляж Шуаб посещают только рыбаки и ловцы кальмаров. А сегодня они поймали мне лобстера. К концу дня мы возвращаемся в Колонсию. И лобстер занимает почетное место на моем походном столе. День седьмой. Из кемпинга в лагуне Детва мы едем в сторону аэропорта и сворачиваем в ущелье Аявт. Это ущелье ведет вглубь горного массива Хагер, высотой до полутора тысяч метров. Благодаря тому, что горы задерживают облака, здесь выпадает намного больше осадков, чем в других местах острова. И ущелье Аявт является самым зеленым на Сокотре. Морской заповедник Дихомри. Кораллы и экзотические рыбки живут прямо у берега пляжа Дихомри. На пляже можно также взять на прокат снаряжение для ныряния с маской или даже акваланг и поставить палатку. По дороге в аэропорт, глядя на эти огромные дюны, удивительно синее море и пустынные пляжи, я пожелал этому острову навсегда сохранить свою уникальную природу и неземную красоту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok